Ну, клоунада, это в эфире, я думаю, что именно, опять же, связано с тем, что у нас абсолютно беззубые регулирующие органы. До сих пор, до последнего времени не было там министерства профильного, да, наплевательства абсолютно на законы. И даже я могу сказать, что я об этом говорил еще до того, даже как я работал на КДК, еще в администрации президента, что телеканал, ОРТ, Евразия, в Казахстане должен присутствовать только в кабеле, а не в открытом эфире, потому что мы должны защищать свою информационную безопасность. Но этого не случилось, и я думаю, что еще долго не случится, наверное, потому что вопрос, к сожалению, упирается больше в деньги даже. В деньги, которые зарабатывает этот телеканал, он благодаря тому, что у него большая широкая аудитория, да, то есть никто не отменял всякие там «давай поженимся» и все прочие программы, у которых большая аудитория, поэтому всевозможные прокторы платили и будут платить деньги, да. Но мне на самом деле смешно, я знаю, к кому поступают эти деньги, эти несчастные 10-15 миллионов долларов, и на самом деле, мне кажется, эти люди могли бы зарабатывать и в другом месте, потому что в погоне за этими деньгами они на самом деле отдали на откуп всю нашу информационную безопасность другой стране.